Девы, доброго вам времени суток! Меня зовут Дева Лехцер и рада вас вновь приветствовать на своем канале. В текущем видео хочу вам предложить терраскоп на июнь 2018 года. По традиции, расклад покажет и расскажет вам об общих тенденциях месяца, какие события наиболее вероятно отыграются у вас в сфере работы, финансов, здоровья, личной жизни. И карты дадут вам совет, как наиболее продуктивно провести вам текущий месяц. Хочу напомнить, что расклад общий, он предназначен для широкой аудитории. Для тех, кто хочет заказать индивидуальный расклад, ссылки на мои контакты вы можете найти под этим видео. Плюс, помимо прочего, многим из нас необходимо просматривать асцидент не по знаку зодиака, а по знаку своего асцидента в натальной карте. Итак, пожалуйста, настраивайтесь на расклад, проговаривайте свое имя и дату рождения, и давайте смотреть, о чем же нам говорят карты. Общая атмосфера месяца. Что вас ожидают в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карты. Итак, общая атмосфера месяца. Здесь у нас падает период до умеренности. Ну, на самом деле, здесь, знаете, какое-то отсутствие душевной гармонии, какого-то дисбаланса, ситуация опустошения. С чем это будет связано, мы будем просматривать по другим арканам, но на текущий момент это в целом, либо вы занимаетесь ситуацией самоедства или поиска себя, либо в целом можете себя корить за какие-то действия, поступки прошлого, которые негативным образом отыгрываются у вас настоящим. Помимо всего прочего, текущий аркан часто говорит о сложностях в общении, взаимопонимании с людьми, либо вы в целом каким-то образом, знаете, сами притягиваете негативную энергетику. Почему? Потому что здесь у вас какой-то пессимистический настрой, какие-то, вот знаете, постоянно вот все плохо, все не получается. То есть, по сути, вы здесь не верите в себя. Хотя это в корне неправильная позиция. Так, что вас ожидает в плане работы? Перевернутая королева кубков. Ну, могу сказать, ситуация эмоционального больше истощения. Здесь либо какие-то перипетии в коллективе, либо работа перестала вам приносить душевный комфорт, ощущение какого-то душевного, ну, не можно сказать, счастья и тепла, да, но вот когда и работа спорится, и в коллективе все хорошо. Ситуация апатии, ситуация депрессии, ситуация усталости, и вам элементарно хочется отдыха. Вам хочется новых эмоций, новых впечатлений, радости жизни, чтобы на работу вы возвращались, как на праздник. Плюс вот здесь вот это как раз может отыграться, знаете, как, как сама по себе, вот ситуация, когда вы понимаете, что вы работаете не на своем месте, это не ваше. И это, знаете, как может вас сильно резонуть по-живому. Для тех, кто находится, например, в позиции безработицы, здесь четко карта говорит о том, что вы находитесь в состоянии депрессии, апатии, у вас в целом не поднимаются руки, и нет желания, в принципе, что-либо искать. Потому что вы не можете понять, в чем себя реализовать, где ваш путь, куда, в принципе, податься, где бы вам было комфортно, удобно. И, знаете, могу сказать, несмотря на то, что вы делаете, для вас крайне важна материальная сторона, но вот вместе с тем для вас крайне значимо вот то, чтобы вам было по душе. Для некоторых, в основном, я не могу сказать, конечно, смотрят в основном на масса женщины, но если смотрят мужчины, здесь может проиграться как ситуация, например, выхода из запоя, из алкоголизма, которая вот и ударит вам и по общению с родственниками, с людьми, и в целом по ситуации каких-то вот рабочих моментов. Так, что вас ожидает в плане финансов? Перевернутая четверка мечей. Но на самом деле, смотрите, ситуация активных действий и с деньгами, я не могу сказать, что здесь попрет, но заработок пойдет. Это могут быть либо премии, либо ситуация в целом каких-то получений отпускных и так далее, которые, видимо, вы бы и будете топить, да в вине можно звучать и так. Но здесь это активные действия с позиции заработка, это прирост дохода, это в целом попытка укрепить свое финансовое благосостояние, свои финансовые позиции. Так, что вас ожидает с позиции здоровья? Здесь у нас падает перевернутая пятерка пентакли. Сам по себе аркан, он часто указывает на ситуацию истощения эмоционального, физического, потому что пятерка пентакли это карта потери ресурсов. то есть здесь у вас либо идет ситуация вот этого восстановления после вашего, например, опять же повторюсь, не для всех это проиграется. Выходы из состояния запоя, когда вы пытаетесь прийти в чувство, прийти в себя. Для некоторых это в целом ситуация какого-то постреабилитационного периода, когда вы восстанавливаете свои силы. Потому что перевернутая пятерка пентакли, она часто указывает, во-первых, и на финансовые траты, на поддержание состояния здоровья. Помимо всего прочего, текущий аркан, он в целом указывает на человека, который пережил какие-то трудные времена. Эта карта в целом низкого энергетического потенциала и, знаете, вот наличие каких-то хронических болезней, которые в принципе неизлечимы, а просто, ну, вы знаете, вот вы должны их поддерживать. Это может быть, часто очень карта просто указывает на инсулинозависимых людей. Либо у людей, у которых идет по жизни бронхиальная астма, она просто, вы ее поддерживаете, но она вот, например, у вас неизлечима. Либо какая-то ситуация вот эпилептических припадков. Ну, то есть, вот поймите, то есть, это не говорит просто, знаете, о какой-то вот, вот как хроническое заболевание, не знаю, как у вас зрение, например, минус 3, да. Здесь будет больше о каких-то других аспектах. То есть, ситуация, которая в принципе доставляет вам какие-то, ну, неудобства по жизни, значимые. Но тем не менее, поскольку пятерка пентаклей перевернутая, вы эту ситуацию держите под контролем. С позиции личной жизни у вас падает ситуация перевернутая отшельник. Могу вам сказать так. Если вы, например, одиноки, то это выход из ситуации одиночества. Это какие-то ваши активные действия на встречи людям, новым горизонтом, социальной активности, социальному общению, установлению новых контактов, знакомств и в целом перспектива встречи человека. Не могу сказать, что там для создания семьи, но как минимум для какого-то приятного времяпрепровождения. Если вы находитесь в паре, здесь однозначная ситуация сожительства под одной крышей. Это называется, знаете, как одиночество вдвоем. Потому что по этой карте либо какие-то разные сгады на жизнь, на вещи, разные усмотрения, ну, то есть у каждого разные цели в жизни, разные планы, разные доводы, и вот вы никак-то не можете прийти к единому знаменателю. Поэтому Аркан говорит, как бы это сейчас, может быть, неуместно не звучало, но все-таки корень проблем кроется у вас самих. Посмотрите, покопайтесь. Вот это вот ваша ситуация душевного раздрая, она все-таки перекликается не только с работой, но и личной жизнью. Это вот, вы знаете, как краеугольные камни. Вот это вот очень сильно зависимо. То есть это вот личная жизнь влияет на работу. Работа очень сильно влияет на личную жизнь. И от этого идет ваше вот это состояние эмоциональное. Хорошо, что же вам Арканы советуют? Как себя повести, как поступить? Период на Дурицарь Пентакли. Ну, во-первых, ситуация у вас продлится какой-то еще период, а в целом эта карта указывает на ситуацию скуки. Вы сами создали себе уровень каких-то серых праздничных будней, потому что вы не стремитесь что-то изменить кардинальным образом в своей жизни. Поэтому с позиции совета карта вам советует, что лучше медленно, но верно, делайте упорно-материально, старайтесь больше заработать, больше вкладывать в себя, в свое развитие, самообразование. И вот тогда вот этот ваш краеугольный камень перестанет существовать. У вас наладится и личная жизнь, и работа, стабилизируются финансы и как следствие поднимется ваш эмоциональный фон. То есть, если, например, вы мужчина, вы наконец-то почувствуете себя мужиком в семье, если вы женщина, то здесь будет ситуация какой-то вот частично даже независимости. И, знаете, вот такой вот внутренней самоотдачей и такого нового позиционирования себя. Вы поверите в себя, вы начнете жить по-другому. Для вас это крайне значимо, поэтому по максимуму занимайтесь своим самообразованием, вкладывайте деньги и в развитие, и самое главное в карьерный рост. Для вас сейчас крайне значима ситуация финансов. Вот такой у вас будет месяц, надеюсь, у вас отыграться только положительные стороны. отписывайтесь, впоследствии, как у вас проигрываются либо не проигрываются мои расклады. Я вам буду очень признательна за обратную связь. Еще раз благодарю вас за внимание. С вами была Ева Лекцер и до новых встреч.